Всем привет! Меня зовут Игорь Скороходов и, как вы уже знаете, я много времени проложу на Рыбинке, занимаюсь гайдингом, с утра до вечера катаюсь по Рыбинскому водохранилищу. Нашел очень много мест, локаций и интересного рельефа. Начнем серию передач, посвященных дну Рыбинского водохранилища. И посмотрим, что скрывается под водой. Простыл на улице, стоял, холодная ночь была. И он теперь вот так бибикает. Обращаюсь от лица всех рыбаков, вот этих, которые тут стоят, и не только этих, всех гаютинских и, наверное, всего побережья. Человек, который ответственный за уровень воды, пожалуйста, вот на полметрика ставьте нам хотя бы на следующий год, через год, на все года. Вот столько вот, побольше держите. Очень неудобно съезжать, спускать лодку, выезжать на воду. Рыбу, рыбу выйти удобно. Пожалуйста, если вы будете смотреть, очень прошу вас. Спасибо за внимание. Бабушке приветствую. Я Игорь Скороходов, и мы продолжаем путешествовать по затопленным деревням Рыбинского водохранилища. В прошлой серии мы покатались по селу Ягрба. Кто не смотрел, можете перейти по ссылочке ниже. Сегодня поедем с нового места. Надеюсь, день будет очень интересный. Поедем изучать село Ольхово. Новое для нас место. Я там не был ни разу, поэтому вместе с вами все посмотрим, поизучаем, поглядим, половим. Все, погнали. А, нет, туда. Тучки. Поедем мы, вот он, наш остров Ольхов. Ольховский остров. Вот здесь вот, где-то вот. Я знаю, знаю, что мелко. Вот где-то вот тут вот у нас находится церковь. И деревня тоже где-то здесь. Не знаю, мы едем на остров. Ориентируй у нас остров в любом случае. В общем, делаем сюда. Все. До острова. 10 километров. А там будем кататься и смотреть, что было и где было и как было. Здесь раньше, кстати, пристань была. И сюда заезжали метеоры. Но, к сожалению, все это забросили. Никто не чистит водоемы, ни в Гаютино, ни в Мяксе. Очень мелко мы едем сантиметров 30 глубины под нами. Не знаю, как доездить сезон. Дай бог получится еще две недельки откататься. Вот. А если не получится, то будем в ванной ловить вот этих рыбок на магнитик. Там всегда клюет. Всем здрасте. Сейчас мы неподалеку от деревни, от затопной, от села, от Ольхова. Тут есть шлюз. Очень интересное место для рыбалки. Сейчас вы увидите на картинке, какие тут перепады, строение. Ну, не строение, а сам шлюз, естественно. Погода отвратительная. Четкой картинки не получится, конечно. Очень качает, волна большая. Но рыба здесь почти всегда тусуется. Хотелось бы даже попробовать. Похоже, судаки тут. И в количестве. Вот такие развалины. Здесь идет, видимо, какое-то выкопано искусственно. То ли русло еще одно узкое. Шириной метров двадцать. Какой-то канальчик параллельно речке идет. Вот. И, соответственно, само русло Шексны здесь тоже рядышком. В общем, перспективное место для ловли. Но желательно с паноптиксом, потому что без паноптикса, скорее всего, все по зацепляете, все поотрываете. Я думаю, что вот на этом шлюзе, да, видите его, как он на мост похож немножко. Наверное, там уже и так, как на витрине в магазине, приманки висят. На подъезде к острову, к нашему, который мы должны исследовать, увидели котелок. Ну, в смысле, котелок из чая. Ну, в смысле, котелка, да чайка бьет. Вот. Но тут знаю, что места славятся жерехами. Остановились. И что вы думаете? Я уже успел просрать одну поклевку. Сейчас попробуем маленечко. Несколько разочков кинем и поедем дальше. Я сегодня самый портовый. Но запостил? Ты запостил? Значит, было. Поставил гонкратовский пилькер вот такой вот. Ну, вы увидели сами все. Что говорить? Ветер такой сильный, что сдувает рыбу с крючка. Даже не успев зацепиться. О! О! пилькирочек чуть-чуть бы потяжелее а так неплохой давай за дедом погода вообще отвратительная сегодня целый день меняется то есть их нету раздует то дождик пойдет то не пойдет дождик исследовать деревне у нас не получилось точнее селота только потому что село основная часть находилась на самом острове он сейчас зарос то что рядом есть вторая часть деревня она на маленькой глубине вода сильно упала и нам туда не подъехать нет возможности визуально мы увидели церковь его видно да она разрушена и подводных съемок мы к сожалению вам там не можем сделать ночей мы сделали но там ничего интересного нет кроме рыбы рыба есть вокруг острова неподалеку от острова было интересно на шлюзе так нашли интересно на большая волна всегда но большой плюс этого места можно за островом спрятаться с одной стороны с другой стороны посмотрели на остров вблизи никогда не подъезжал сюда вот сразу видно что была деревня вон там смотреть центральная улица там все видно вот он ларек ларек которым продавали пиво банка трехлитровых с правого берега от села совсем недалеко подала в шексну речка выксна она в свое время славилась множеством рыбы щука и окунем плотвой першами обязательно село ольхово было достаточно большим селом она имела даже две церкви одна была построена в начале 19 века другая в конце вот по левому борту это разрушенная церковь часовня даже как мне сказали местные девочки вот она ее можно визуально увидеть вода когда падает уровень на вот так вот здесь вот нарисовывается ну ехали в туман чтобы спрятаться от всех чтобы нас никто не видел вдруг мы поймаем рыбу и и нас никто не видит на самом деле здесь такое давление скопления рыбаков обычно если ты взял в руки подсак то сразу все вокруг тебя начинают плавать а пока нас никто не видит надо поймать рыбку желательно не одну оля сам боял новиночка новиночка сейчас опробуем заценим поймаем что-нибудь на нее наверное может и нет скорее всего да хотелось бы надо верить сейчас судаки часто за хвостик хватает за самый поэтому я повесил краничок дополнительный сюда ну и в башку он тоже часто клюет поэтому и сюда мы дальше чтоб шансов вообще не было может блюмин с первого заброса отработает может и отработает но я не попал просто почему-то они уплывают все туман видимо они плывут 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 куда-то ищут себя в тумане познакомил 1 судака с нашим слагом он на него посмотрел искал игорь михалыч давай не сейчас еще хочет пожить чуть-чуть еще один судак бежит не клюет рыба козел дует холодный ветер вот есть такая курточка продрай от ветра и от дождя вообще прям супер штанишки пока не одевал пока еще ноги волосатыми теплом не все хорошо пока терплю скоро замерзнуть чувствую придется штанишки тоже одевать вот очень удобно курточка легонько все тепло хорошо уютно попробовали мы дали шанс новому слагу рыбка бежит не клюет он проверен и так то у него уже клюет наверно но старый добрый потерлема на любить приманочку но как хотя играли когда некоторых кисты с клюшками спали в детстве не буду фамилии называть тут также заряжаешь энергией положительные позитивом всем хорошим приманку поцеловали удочку поцеловали всех поцеловали сейчас судака поцелуем учит он то пошел пошел за ним резко отвернул но реакция совершенно другая была он прямо не то что пошел он прям сорвался за ним я знаю они взлятся 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 и сейчас как разозлятся вот так ну что за не за сейчас мы уже стоим две поклевки успешно были мною профуканы кому рассказать как просрать две поклевки обращайтесь расскажу попробовали большие 23 в двух цветах теперь попробуем 18 делал перчик да он тоже приносит результат у него грузик поменьше он будет дольше тонуть может быть ему сегодня это надо а то они бегают собаки сутулы оклевать не хотят все поехали вот сюда вот ну давай ну пожалуйста урод минус легкой приманки легкой джиги точнее пока она тонет рыба сдвигается получается что мы кинули в никуда отдохнуть слишком легкий чем и дело берегитесь рыбы не хотел по-хорошему же с ними они на маленькие аккуратнее крючочки не хотели клевать за крутили бежит 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 это же тесте он что не знает а может надо наклейку отрывать с коробочки приманки клеить на резинку еще раз попробовал но он там пять плюс килограммов они конечно лентяй не слышал да ну так нельзя все ставлю думайте слезы от ветра да как так то блин он небольшой был но это судак и он блин лох кто я после про прокаканных поклевок скажем мягко поставлю я назад тройничок аккуратно берется самый хвостик он просто вот ну я вам показывал пожирали вот если там был тройник то возможно мы бы были с рыбой уже пока мы только на нее смотрим на еще раз отомсти вот что не мужик до отомсти ведь дали типа башки развернись укуси как следует ну и вот в общем когда я сказал что надо получать удовольствие даже когда не клюет короче надо получать удовольствие от рыбалки даже если не клюет и тогда каждая рыбалка будет в кайф кайф хотелось бы взять свои слова назад но нет ни свои слова одно слово хотя бы назад хотела взять неужели сука что ли на хрена ты здесь нужно то и все мы ее поймали да можно не доставать я не хочу даже доставать ребятки смотрите все что осталось нет сожалению где-то отвалилась это все дело карабинчик лишь растягиваем чушь так претто сегодня еще минус приманка но любимая приманка я тебя даже целовать не буду блин это кстати был последний большой мы 23 чопик в этом цвете и попалась и на три тройника всего на один расстегнутый блин ну смысле не расстегнутый он один остался рыба уплыла приманка тоже мой любимый чапитил кто там горишь то я не знаю других приманок теперь буду учить другие потому что кончились нет не кончились еще есть на 10 джи головки но мы его на щуку оставим на щучье место короче судаком у нас не вышло не захотел склевать сюда и логический профукала очень много поклевок хватал за конец все хвосты но если не за мой смысл и за рыбий репортаж остановил нормально было короче судак не клевал хватал за конец вот рыбы за конец рыбы хватал все хвосты короче погрыз даже тройники не помогали много сходов было вот поймали одну щучку пилогическую сейчас переехали в коряжничек здесь тоже бывает судачок и щучка бывает будем пробовать закрыться по щуке так скажем пока у нас в лайвеле так называемым одна щучка а полдня уже прошло двадцать третий размер 10 джи головочка поработаем ну чё ты тоже не клюнешь козел вот такой дарарарам дарам дарам я уже не буду там свечки да вот эти щучьи блин показывать ну и baby chu еще у нас 23 он зимой работает а зима не за горами особенно сегодня уже руки мерзнут поэтому чё поэтому достаем стингер здесь все просто это как штопор бутылку круче хоть и редко конечно таким занимайся судакам на baby chu пофигу они сказали так а фрикцион то кто будет засекать затягивать сейчас уже можно не затягивать нет не успел ошибочка опять да не затянутый фрикцион тоже щучка хорошо хорошо что эти крючки хорошенькие нет побольше чуть-чуть все пускаем сейчас подумает и пойдет до обловили 23 baby chu chupitel цвете baby chu щучки был по вкусу с первого заброса сегодня какой-то день не судаковые 5 приплыл сейчас чуть не поплатился за фрикцион чик еще и промазал маленечко а нет не промазал вот этого поцелую а вот этого поцелую вкусненький но это вкусненький прыгнул жизнь-то налаживается дай гошан дай 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 за чечка нет щучка маленькая спрыгивай сама-то спрыгивай сколько судака вон там дальше еще больше ноги затряслись вот этот я вообще не понимаю что происходит они что там делают что что-то не клюет потому что слом погоды что друзья подытожим сегодняшний день погода у нас великолепная в течение дня поменялось сто пятьсот миллионов тысяч раз долларов фунтов евро там не знаю ахаха короче погода не очень рыба в первой половине дня поклевала поклевала вяленько такое ощущение что рот она не открывала поклевок много много сходов видимо очень аккуратно поклевала руки не знаю что с ними сделать забыли видимо немножко со вчерашнего дня вчера хорошо было сегодня не очень не на самом деле скорее всего рыба так себя вела посмотрели мы окружности окрестности точнее села ольхова рыбка есть рельеф интересные свалы с разных сторон половили ворк вокруг острова и щучка и судачок и жерих и окунь подводя итог по трем деревням по которым мы покатались могу сказать что рыбка присутствует везде где-то больше где-то меньше где-то чуть в сторонке коряжни когда около деревень в низинках но рыба есть можно искать можно ловить ловил я сегодня на свои любимые чопи тейлы новые цвета мне гашан подвез в общем все попробовали все работает все ловит и все не ловит рыба короче когда она хочет есть она любит чопи тейлы а когда они не хочет есть она их тоже любит народ не открывает при этом подписывайтесь на канал бете колокольчики там бубенчики все подряд бете спасибо за обратную связь ваши комментарии все читаем все смотрим подумаем как сделать лучше может быть зимой а снимем зимний вариант рыбалки по деревням если вам понравится продолжим в следующем сезоне кататься по затопленным деревням оврагом корягом все всем пока до встречи на льду смысле на рыбалке и